Всем привет! Сегодня мы находимся в Петровском районе Саратовской области на региональном мероприятии у Вячеслава Петровича Королёва. Пойдёмте всё смотреть! А вот наш герой! Здравствуйте! Это вот водитель вот этого замечательного терновоза, первого, да, в стране! Ну и, естественно, на центральном месте нашей сегодняшней экспозиции зерновоз Бейбан Агра. В данный момент у нас присутствует водитель этого зерновоза. Вот он, его зовут Матис, и вот наш руководитель сделала продаж. Как раз у вас человек, которого посетила эта идея, выполнить эту надстройку. В общем, мы договорились на середину следующей недели поснимать зерновоз в работе. Поэтому покажем всё ещё дополнительно. Здрасте! А пока спросим Матисса... Здрасте! Я свист камер к вам, Дройс, можно нас перебить. Ну скажите, как впечатление? Я вот тут съёмку начала. И потом хорошие. Вот, да, человек ездит. Вот он самый первый, кто водит эту машину, кто на ней работает. Нет, ну понятное дело, что не на Бейбанах конкретно, а именно вот на такой подстройке, да. Это, получается, первый зерновоз, первый водитель, на котором машина села, и первые впечатления, которые он так же... Ну да, я сейчас... И есть с чем сравнить, потому что это... Перед этим был новый МАЗ, правильно? Там полгода ему, как я помню. Нет, ну в смысле, я на нем не езжу. А, другой. Ну, то есть, вот и есть, опять же, впечатление, как он... Да, я говорю, что мы как бы показывали уже, да, машину, как она передвигается. А тут вот ребята говорят, что в комментариях, что надо показать, как она ездит с зерном. Поэтому, да, на следующую неделю, наверное, мы приедем в гости, да. Опять же, к Вячеславу Петровичу, в хозяйство, и посмотрим, как вот это все работает. Удобрение уже возили. Удобрение возили. И сколько это вот с тележкой ездили? Да, 26 тонн возил. 26 тонн. 26 мешков, а то они. Отлично. Да, ладно, пойду дальше, сейчас смотреть площадку. Спасибо. Покажи экспозиции наших уважаемых коллег. Здравствуйте. 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 Так, ну, идем дальше, зон палатка. У нас в палатке сегодня зона фуршета. Квас, лимонад, пирожки, еда, вкусно хоть? Вкусно, как в том году? Дмитрий, наш сен запчастей, Лемкин, привет. А вот это наше новое масло, Therion Oil. А что про него сказать? Хорошее масло. Отлично. Люди берут, да? Да. Масло просто отлично. Здорово. Константин, что ты можешь сказать про масло? Про масло мы можем сказать следующее. Лучшее масло. Ну, я еще раз напомню, что собрались мы с Вячеславом Петровичем для демонстрации различных единиц техники. Наш техника, вот и Вячеслав Петровичем, работает на полях. Мы ее сегодня используем как экспозиционную. Да? Да. Тенец болтается мой. Стажер, агродрайв. Так, уважаемые коллеги, время 10.00. Начинаем наше мероприятие с открытия. Напомню, что мы уже на этой площадке, а точнее в хозяйстве у Вячеслава Петровича Королева собираемся не первый год. Уже более 15 лет. Мы это в числе состава участников. Вот за моей спиной тут есть баннер. Здесь, соответственно, компания БАС в моем лице и как многолетний партнер Вячеслав Петрович. Также наши коллеги, друзья и другие партнеры, которые принимают участие в сельхозпроизводстве в данном хозяйстве. Скажем так, оставляют технику, микроэлементы, удобрения и прочее. Агро-тренировая техника, ТВС-ПРОАГРА и, ну, по-моему, наших дистрибьюторов ФСАГРА еще не назвал, да, Михаил. Всех рад приветствовать. Мы, наверное, долго затягивать не будем. Для открытия сейчас, соответственно, после открытия я объявлю программу, как мы сегодня будем действовать. А сейчас приглашаю на сцену исполняющего обязанности главы Петровского муниципального района Калядина Максима Андреевича. Максим Андреевич. Добрый день, уважаемые сельхозтоваропроизводители. Добрый день, гости нашего района. Приветствую вас на традиционном дне поля. Хочу выразить слова благодарности Вячеславу Ковалеву, потому что он организовывает непосредственно данное мероприятие. У него уникальное хозяйство, которое достигает больших, хороших урожаев, даже самые сложные погодные условия. Причем эта урожайность, ну она одна из самых высоких в целом по области. И что хочу еще отметить, вот отношение данного сельхозтоваропроизводителя, что его ребята постоянно улучшают, постоянно получают новые знания, передовые знания. Я до этого возглавлял тоже сельскохозяйственный район, и там наслышано о его достижениях. И что хочу отметить, немаловажно, что его специалисты делятся с другими этими знаниями. Поэтому уверен, что сегодня мероприятие будет насыщенное, интересное, и наш район и в целом область получат хороший урожай. Всем хорошего дня, удачи всем. Спасибо. Спасибо, Максим Андреевич. Далее, для приветственного слова, приглашаю генерального директора хозяйства ООО КФХ Королева, горячего Андрея Владимировича. Андрей Владимирович. Добрый день. Рад вас всех видеть здесь. Спасибо большое компании БАС за то, что устраивает такие дни поля для нас. Рад всем гостям, которые приехали сюда. Хочу поблагодарить наших партнеров, которые работают с нами. Хозяйственные техники, которые занимаются, и химической промышленностью. Этот год сложно для нас начался. Как вы знаете, сначала было тепло, мы обрадовались, раньше всех посеяли, и потом нас мороз немного прижал. Дальше наступила засуха. Но, несмотря на все вышеперечисленное, мы, благодаря нашему бессменному лидеру Королеву Вячеславу Петровичу, достигли хороших результатов в растеневодстве, которые вы сможете увидеть у нас на полях, оценить качество нашей работы. По всем вопросам агрономии, которые у вас возникают по технологии, можете обращаться к нашему замечательному агроному, Харанашу Александру Николаевичу. Он подскажет вам ответить на все вопросы. Еще раз благодарю вас за то, что вы появились. Отдельное спасибо Максиму Андреевичу за то, что проявил интерес к нашему мероприятию. Благодарю вас. Очень приятно вас здесь видеть. Еще раз спасибо. Я уверен, что в этом дне вы почерпнете для себя много нового, найдете для себя полезные, интересные факты. Если что, обращайтесь. Спасибо большое. Передаю слово Олегу. Всего доброго. Спасибо, Андрей Владимирович. Андрей Владимирович все уже сказал и представил. Мое дело осталось, наверное, чтобы не затягивать. Сейчас скажу программу сегодняшнего дня, как все будет у нас. Значит, программа следующая. Начинаем мы с осмотра техники, сельхозтехники, которые представлены здесь. То есть, соответственно, начинаем справа от меня и потихонечку по кругу проходим. Вон там еще техника есть. Далее. После... Да, на технике спикеры и, соответственно, компании, которые здесь представлены, они сами приставятся. И можете задавать любые вопросы спикерам и так далее. От компании Agrodrive хочу вам показать самые популярные два орудия, можно сказать, во всей России, от Ленькин. Это дисковая борода Robin 10 и Pug Diamant 16. Данная техника в хозяйстве работает уже, ну, наверное, более 10 лет. Ну, это конкретно более свежие агрегаты, которые обновляются со временем. Вся эта техника под 300 лошадиных сил. Ну, можно, соответственно, меньше и больше. В зависимости от того, как у вас страх. Данная дисковая борода, это новый продукт от Ленькин, Robin 10, 6-метровая. Диск 645 миллиметров. Работает до 20 сантиметров. Pug Diamant 16. Комплектация 7 плюс 1. Сумвэн. На нем можно работать даже на спарках. На любой отечественный трактор подходит. Так же агрегатируется и прекрасно работает. Вся техника сделана из высококачественной шведской стали, что позволяет работать, как я говорю, десятилетиями. У Началов Петровича были агрегаты и до сих пор работают 2010-2008 года. Таких агрегатов у нас есть. Такие короткие с большими дисками, с меньшей шириной захватки. Ну, стая шикарная, да, шведы молодцы. Мик, Венкин, вещь, ну и война. Хорошие, достойные. Ну и нас спасают. Качественная обработка полей получается в зависимости благодаря таким орудиям. Просли. А там вот. Здравствуйте. Меня зовут Антон, компания Мировая Техника. Ребят, но здесь ситуация следующая. Жара у нас сегодня практически 45 градусов. Что будет происходить? Сейчас попробую будут идти наши коллеги рассказывать про свою технику. Вот, мы про свою расплажали. К сожалению, из-за высокой температуры нагревается камера у меня. Все, не покажу. Покажу основные. Ну, Рокерю любых уйту имеют большой диапазон регулировки в отличие от клавишных роторных машин. А может быть. Ну, я не устану хвалить. Сейчас переходим к самой главной экспозиции. Добрый день, коллеги, друзья. Хочу вам сегодня представить данный зерновоз, который мы сейчас с вами видим. Это первый зерновоз, который у нас появился. Петрович, спасибо, что приобрели и начинаем пробовать данную машину. и сравниваем с конкурентами. Машина построена на базе марки Baybon. Марка Baybon по литензии Mercedes. Сделана кабина, рама и оси. Оси у нас выдерживают каждая ось задняя по 15 тонн и передняя 9 тонн. Кузов, который у нас самосвального ТВИПа на две стороны, также можно заказать и на одну сторону, то есть назад будет. Я просто подсвотил, где сию, где шару. Ничего даже не УДОЛ как раз выставлен. У самого получается кузов 45 удачи. Машина представлена в слое двигателя. Двигатель это ВИЧАЙ стоит, который уже распространенный ВП-10, 380 лошадиных сил и трансмиссию у нас получается коробка фастгир. То есть 12 ступенчатый вперед, 12 ступеней вперед и 2 назад. Данное шасси приходит отдельно. В России уже делается настройка, то есть толщина настройки, то есть полы у нас 3 мм и боковинка у нас получается 2 мм. Вся гидравлика ставится итальянская бенота и самый огромный плюс еще по автомобилю хотел сказать, что у нас гарантия распространяется на автомобиль 3 года или 250 тысяч километров. Межсервисное ТО у нас каждые 30 тысяч км. Если есть вопросы, то подходите, задавайте, с удовольствием ответим. спасибо. 23 лет занимаемся различными хорошими качественными брендами. Здесь на экспозиции мы представили из бренда Матермарк пропашную сейлку. В дисковом ее исполнении существуют разные варианты по междуреазию, по ширине. Здесь 8 на 70. данная сейлка является одним из идеальных решений для высева подсолнечника. Очень качественная выкладка и по глубине, и по минимизации двойников просела. Далее в экспозиции находится мульфер чешской компании Беднар. Техника 200 H220 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 H260 H270 H240 H270 H270 Скоро будем в Саратове их делать, потому что сейчас тоже сертификат будем делать от нашей компании. Мы будем максимально всю надстройку делать, как и прицепы, и тигачи. Ну, думаю, то, что и будет плюс удобнее, то, что и гарантии здесь у вас будет. Нет, конечно, это сейчас сервисный отборный. Как говорится, первая машина. Сейчас берешь, в сервис раз, вот, от них берешь, там маленький, ой, там завтра. Техничка есть, то есть, если какая-то поломка, вот, у нас пролёт, ну, говорю, даже мелочек, буду меня не представлять, это не разгреди, которые вот так вот висели, большие. Все мы переделали, их усилили, все это сделали. Каждая вот эта мелочь, потому что первая машина, где-то мелочёвки, которые работали. Но не по шасси, понятно, не по кабину, не по кабину, а вот эти настройки, которые для удобства. Машины уже были для нас, хотя бы к нам ездили. Тоже отправлю, нам все. Давайте 900... Господи, 927. Блин, что, потом? Аааа... Трясающе. У девушки, зацепляю, даже на камеру. Да, я уже понял. У меня три единицы заканчиваются, Денис зовут. Созвонимся. Вот еще хорошие. Давай. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания, счастливых. Здравствуйте. Ну вот, я перезваниваю. 6-7 метров. Если трактор без трёх точки, мы меняем дышло. Дышло будет под серьгой. Вот он как есть, сейчас он нормальный, где-то вообще отличный. Сейчас, ну, пробовали что-то, да? В смысле, мы же с ним работаем. Ааа, я чуть-чуть. Это, ему говорят, не то, что я с запчастями пообщался. Вот. Они говорят, телефон не наставили, и говорят, скатывайте. Созвонитесь. Смотри, какая глубина, смотри, что. Ну, идёт он вообще. А, ну, вы когда используете? Какие? В корни, дробинки. Сейчас... Получите, да? Да. Сейчас уборка вот пройдёт. Кассом будем обрабатывать. И следом за ним рубинить. А, кассом сразу обрабатывается? Позвонят обязательно. Я помню. А потом пахать будете, да? А потом пахать, да. Не, ну, у нас есть это. А вот у нас беднар стоит. Видишь? У нас такой есть. Ну, я тоже как-то в Востоке. Вот. И плуг вот даже после него. И так вот. Вот, говорят, суть. Нет. Будем сейчас. Нет, спасибо. Главному агроному Карлашину, он здесь сел. Сейчас всё расскажет, какая селка культивера, какой культиватор всё делал. Всё расскажет. Так что, послушайте, ваша техника работает. Здесь, значит, у нас стоит гибрид подсолнечника компании Ламагрэй. Ламагрэй четыре пятёрки. Ну, начнём с насчёт. Значит, в прошлом году была Яровая. Бросили 100 килограмм 1026-26 и запахали. Весной сбрановали. По Блинарам, которые сейчас подбирали и про него рассказывали, сделали культиванацию предпосылную. И ТЭП, как водорстатилка, журнеры-восьмёрки. Всё это дело благополучно насеяли. Всё сейчас не было хорошо. В Горова обработали Ярмоластиком. Здесь очень много было Асота, Сорняка, Белёвского. Здесь Белеватик, Одинова. Тоже мы сделали, значит, фаза 4-5 пар. Прошли архитектно. Всё здорово. Всё бежит, бежит. Опять же, балаки здесь от Аврага начинали. И в ту сторону, с 15 марта, о, мая, суммарное было 14 миллиметров. То есть 2-3-0-8, то есть сухо, трещины. Саша, объясните, что он архитект, что он низкий у нас. Почему? Он архитект нужен, который год отручает. Почему мы ещё вот сейчас его не добавили? Магрин, 75-ки, 65-ки. Потому что у нас есть года. Это я бы замой, это было у нас 21 год. Когда мы начали убирать, его делали засекатель. 25 августа мы первыми начали убирать. Завезли на наш Петровский элеватор 5-6 тысяч тонн, а другие ещё и не выходили на уборку. Он и даёт результат. Ну, в прошлом году, может быть, не такой был там, допустим, 27-й, а не позапрошен до 37-й. Ранний, спелый. Жару держит в предметении. Поэтому мы сели его много. У нас и он, и сингерну. Вот у Юры брали сингерну. Вот. И Масадур 92-й. Потому что один заканчивается, был подходит, а потом и садур подходит. Ну, есть у нас даже больше чудес, где мы там поселили. Там лада была. И нам интересны самим 8 различных гибридов, самых сейных в России. Тот же жару, который больше там, все мы будем покупать. Вот. Всё будет туда. Поэтому, просьба какая? Особенность господиспроизводителям. После Яру мы покажем. Для нас там самим очень странно. Такую жару, при таком 14 мм, зашли мы в эту зиму, и я рот открыл. Поэтому, кому нужно, мы перепродали все сильнейшие сорта России. Вот. И в этом году. А всё равно все им только спипетры. Да. В прошлом году не дал такую качество. Да. В этом году выдержал все бороды, генеральный жару. И жару. И результат. 63, кто хочет посмотреть, на зимку поехали. Не пожалеете.